Для Ирины Лысиковой этот день особенный. В 1984 году она участвовала в митинге по случаю заложения капсулы времени. С всех событий я там не помню сильно, но тогда было очень много народу. Тоже были комсомольцы, как тогда было принято. Собирать их были школьники, с предприятий, с организацией люди приходили. К сожалению, с годами про капсулу забыли. Ее должны были вскрыть в 2009 году. И вот спустя 33 года, благодаря нашей съемочной группе, удалось установить ее точное местонахождение. На торжественный митинг пригласили ветеранов алмазодобывающей компании, тех, кто работал в разные годы в Мирненском горисполкоме. О том, что это событие историческое, начинаешь понимать спустя какое-то время. И вот сегодня, когда вспомнили об этом, это, конечно, действительно здорово. Среди приглашенных – герой социалистического труда Раиса Ивановна Томилова. Именно она в 1984 году зачитывала текст послания, написанный комсомольцами. Мирненцы отметили 25-летие города. У обелиска состоялся митинг, на котором было зачитано письмо в 21 век жителям Мирнова. Сегодня поздравляю с таким моментом интересным. Как он у нас получится, не знаю, но будем открывать рельзу. И вот капсула извлечена. Металлический сосуд диаметром примерно 10 сантиметров покрылся ржавчиной, но хорошо сохранился. Бывший механик я. С помощью ключа, который хранился долгое время в Краеведческом музее, крышку осторожно открутили. Внутри нее оказалась вторая. Именно там находилось письмо. И вот заветное послание в руках Раисы Томиловой. И оглядываясь сегодня назад, мы видим – сделано немало. Позади трудное поростановление. Впереди новые свершения, о которых вы, мирненцы 21 века, тоже будете говорить в прошедшем времени. За вашими плечами будет еще более богатый опыт освоения Алмазного края. Накопленный вами и вашими предшественниками опыт, в котором будет и частица нашего труда. Наш скромный вклад в общее дело. Мирненцы решили продолжить традицию. Здесь же зачитали текст обращения уже будущему поколению. Мы сохранили и приумножили созданные предыдущими поколениями города. Мирненцы за эти годы стал духовным, культурным, образовательным и спортивным центром всей Западной Якутии. Дорогие потомки, наше поколение с честью и достоинством несет эстафету жизни от предыдущих поколений, эстафету истории. Почетное право заложения капсулы предоставили Александру Чернятьеву, электромеханику участка подъемов подземного рудника «Мир». Бумажный лист вместе с переносным носителем положили в ту же капсулу. Через 25 лет, в 2042 году, также в торжественной обстановке, будет зачитано послание уже нашим потомкам. Письмо 33-летней давности торжественно передадут в Краеведческий музей вместе с ключом. И все, что мы сегодня снимали, это все останется в архиве. Никто не забыт, ничто не забыто. Иванна Филиппова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.